У нас выяснили начали похоронах. Покажите, пожалуйста. Нет, не можно. Видно, что здесь происходит. Молодежь, которая просто перебирает весь наш сортимент и вот просто из рук у меня выдергивает. Вернись! Ты прозвенел. Подавите, пожалуйста, подкрепление, потому что девушка, скорее всего, что-то рыбка измеряет. Что проспиртовано? У тебя спиртом разит? Что? Что? Жопа тоже. Масочки одеваем все нормально. Либо будет оформлено административным. Это угрозно? Вот вы же понимаете, вот вы как главный директор, правильно сейчас? Да. Как собственник. Вот придет к вам турист из Турции, да? Тоже будет снимать камеру, он такой, о, что это там? Ну, по-русски они бени, мы не кукареку. Такой смотрит, смотрит, снимает на камеру, ну, ему интересно. Может, копию хочет в Турции сделать, неважно. И к нему вот ваш подойдет сотрудник, начнет по рукам бить, выхватывает у него из рук. Это правильно, как вы считаете? А, смотрите, у девушки было своеобразное поведение, то есть достаточно резкое, да. Сколько? Мы ждем полицию, это опять все те же люди, которые просто не дают работать, вырубляют клиентов, вырубляют четверо на тассе. Мыть-ка? А что это? Что это? Ручки-рутики прибрал. Это... Я не понял, куда вы тянете? Это камера. Камера, которая вас снимает. Что вам показать, я не понял. Чужое имущество? От него алкоголем несет. Он пьяный, точно. Он пьяный. От него бухлом несет. Он пьяный. Ты пьяный. От него бухлом несет. Сейчас охранника заберет полиция. Смотри, ты зафиксировал его бэджик? От него бухлом вообще... Да. Это что за охранник у вас? Я не трогал ему жадничку. Не тому позвонили, наверное. Так, охранничек что-то забухал и путается. Так, уйдите отсюда, а. Ты что пьяный не ходишь вообще на работе? Я не понял, кто пьяный? От тебя бухло вразилит. Давайте проверимся. Сейчас полиция приедет, не уходи далеко. Сейчас проверим. Ты не убегай только. Отойди, я говорю. Куда отойди? Ты далеко не уходи, Геннадий. Он, смотри, он туда зашел? Может, у них там полтиннички? Оно, приобретай, вот отсюда. Здесь? Да. Что там? Слышь, ля. Куда валяй? Что там? Стройка. Стройка? Он там бухает что ли, я не понимаю? Давайте сюда попал. Блин, ребят, это жесть от него просто бухлом так разит. Надеюсь, сейчас полиция быстро подъедет, и мы его заберем в отдел. Просто жесть. А вот он идет, смотрите. Пойдемте спросим у него, что он бухой. Не подходите близко. Что вызовут? Кого? Ставшего, чтобы улетать. Сдавай. Чтобы пьяный. А то что, алкоголь он не несет? Еще чем? Больше не тем? Не знаю. Может, может, еще чем-нибудь? Розит? Ну, а все, правда. Надо бы поспорить. Вот, ребята, мне дарят нож, да? Подарок? Да, да. Вы что, блогеры? Ну, типа того. Все, давай. Приходите к ним, покупайте обязательно. А ну и закрывайся, у нас музей оружия есть, если есть возможность пропиариться. Ну, давай. Вот наш музей. Музей оружия. Сами заходите, ребята. Там все оружие можно потрогать в руках. О, а в это время, смотрите. Сейчас. Что это такое? У меня нож в руках. Вы понимаете? Я серьезный человек. Ну, ты иди от меня бухой. Что, дурак? Ну, а тебя разит спиртом, ты не понимаешь? Ты как на работе пьяный вообще находишься? Ты знаешь, что все проспиртовано? Что проспиртовано? А тебя спиртом разит. Что? Что? Роз тоже проспиртован? И жопа тоже. Жопа тоже проспиртован? Вот такой нож получается. Керамбит. Ручной работы. Вот так выглядит. Вопрос. Ребят, у нас по 11 мы работаем. Нет, ну я думаю, это ваши уже интересы. Наших, наших. Нет, смотрите, как бы Толя, ну скажи, наверное, ты... Охранник у вас ходит в... Скорее всего, мы предполагаем, в алкогольном опьянении. От него очень сильно спиртом несет, он пошатывается, и... Машки подошел, да, хотел на камеру бросить. Давайте к нему подойдем, Геннадий Завод. Не надо мы к нему подходить, мы разберемся. Но вы поняли, да, Твентон? Нет, а вы можете его как бы просто, ну сейчас со смены, ну, брать где люди и все. Мы разберемся, что если он неадекватный, мы... Давайте вместе к нему подойдем, сейчас решим, ну чтобы мы полицию не вызывали. В чемном случае мы просто вызываем полицию? В смысле, человек с алкоголем понеменем? А как нам по-другому-то надо решать? Он уже начал бросаться? Вдруг, я не знаю, вдруг вы вместе. Вот Геннадий, ваших ранник. Как это не снимать? Чуть-чуть не поглядил, мое имущество хорошо чуть-чуть вверх поднимал. Ну мы решим этот вопрос. Вон Генка пошатывается у нас что-то. Ходит в развалочку. Очень странный. Ну я не чую, как такового перегара. Не, перегар завтра. А? Перегар будет только завтра. Не, ну и запаха, как такового, вы говорите, сильный запах. Четыре человека просто, но не могу показаться. Ну вдохните сейчас. На тебя? Нет, ну он не имеет права дышать. Понимаю, как он, ну как я сейчас на тебя, я тоже могу вдохнуть. Ну факт, факт. Ну нет, смотрите, как вы знаете, как первичные требования сотрудников ГИБДД, когда они вас поставили. Вот, я сейчас чувствую, прям перегарище поперло опять. Это первичное называемое. Вы не чувствуете? Я наделал, что-то. Куда он пошел? Все, я его снял с работы. Смотрите. А зачем? Как вы? Ну как, у меня нет эксперта, но он просто когда-то светил, что-то прошли. У меня было все. Мы согласимся или будем полицию все-таки вызывать? На что согласимся? Говорят, что с ним все. Со сменой его здесь не будет больше. Ребят, мы пришли к общему выводу, не верить этому охраннику. Вызваться от трудников полиции и все-таки оформить этого охранника. Вот, так что идем сейчас следить за ним, куда он пошел. Он пошел куда-то на парковку. Надеюсь, мы его не потеряем. Ну, если что, будем заставлять начальника охраны его к нам вызволять. Вот, напишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу. Надо было ли его отпустить, либо все-таки надо было его оформить с полицией. Вам какой вызов поступил? А, вызов? Да, какой. Как это? Как это? Конфлик с охранниками. Глядя на охранниче. Ну, вот. Ну, вот. Претензии какие-то имеете? Смотрите, на решение общественного понятно. Меня послушайте, пожалуйста. Вы претензии какие-то имеете? Ну, спать, какие же они все тяжелые. Что значит тяжелые? А вы легкие? Вы закон не знаете. А вы знаете закон? Конечно. Алло, со мной не надо разговаривать, хорошо? Я говорю, вы только уважите, по-своему общейся. Вы мне объясните, пожалуйста, вы претензии к кому имеете? Слушайте, мы имеем претензии к тому, что тут происходило... Вызывали вы? Я и девушку. Ну, я сейчас звонил девушке. Девушка, мне кажется, другая вызывала, да? Двое нас вызывала. Двое нас вызывало. Не знаю. Как вас зовут? Нас вызывало двое. Как вас зовут? Значит, не вы. Начнем. Ну, у меня тоже вызов есть. В смысле, а где мой вызов, хорошо? Звоните дежурную часть. Хорошо, а вы ее называли? Вот, пожалуйста. Звоните дежурную часть. Где моя карточка? Сначала мою карточку покажите. Вот заявление. Мою карточку сначала покажите. Мы вам показывать ничего не будем. Показываем? Нет. У нас где-то карточка. Где у нас карточка? Вам дежурную часть не выдают? Не выдают. О, супер вообще. Классно. Нам не выдают карточку. Нам нужно охранника выявить. На кого заявление? Можно выявить? Что? По какому заявлению? Мы сейчас посоветуемся. Давайте выявим старшего охранника. Молодые люди, я вам еще раз говорю. Прапочку по лице комиссаров. Лица нет. Меня послушайте, пожалуйста. Масочки одеваем все нормальные, либо будет оформлено административно. Это угроза? Это не угроза, это предупреждение. Одеваем нормальные масочки. Так у вас в самом деле медицинская маска? Еще раз говорю, у меня у вас без перчаток. А вы почему без перчаток? Вы обязаны быть на работе. Можно у вас уточнить вопрос? Нормальный вопрос. Пожалуйста, напишите. Есть ли, я по подозревлению говорю, мы посоветовали с Солей. Нам не на какой-то писатель. Это в революционном знайте. У меня на основном нефть, пишите. Мы сейчас можем подняться, встретить первого же охранника, он вызовет начальника, тот вызовет человека, который был пьяным. Лицо остановилось. Этим будет заниматься участковый. Вам не надо ранить, чем заниматься. Он протрезвеет к этому времени. Как он такой проводить начальник проверку? Да он пьяный, он протрезвеет. Ну сколько этажей? 5? Да. Да, значит, данный человек окончил свою службу, пошел домой. Какой служб он контролер? Он даже не охранник. Работу окончил, ушел домой. Мы кого-то будем искать. Зовите старшего сюда. Вы что, сейчас издевались? Здесь пишите заявление. Еще раз. Вы заявляете пишите? То есть вы не будете? Вы заявление пишите? То есть принимать ничего не будет. Вы заявление пишите еще раз? Вы будете человека искать? Он здесь. Он где здесь? Зараза, как мы поднимаемся на второй этаж? Это уже бегает. Там стоит охранник. Поговорите им. Начальник смены, пожалуйста. Он приходит. Мы по разному видео. Какого человека нужно позвать? Все. Видео участкового, он скиньте участковый. А как он по видео поймет пьяным был или нет? Еще раз говорю. Как участковый поймет по видео, что человек был пьяным? Проверку. Какую проверку? Через неделю? По данному заявлению. За неделю вам не кажется, что как бы... Жуководник. А вам не кажется, а вам все равно, да? Есть профессиональные. Я не знаю, а вам просто все равно, вы хотите побыстрее уехать или что? У меня еще пять вызовов. Ну я понимаю, но надо же все решать, а не так. Ну давайте напишите, мы поедем. Ваша работа, по-моему, не в этом заключается. Вы же не бухгалтер с бумажками просто работать. Вы же не бухгалтер. Вы пулицейский. Римаску оденьте нормально. У меня она нормальная. Она ненормального садится. Да? Да. Вы так что? Вам сделали предупреждение. Ну, оденьте перчатки. Нет, послушайте. Я вам еще раз. Вы обязаны находить перчатки. Извините, пожалуйста. А почему вы сейчас послушаете? Ну вот, сразу перчатки нашли. Скажите, а согласно какому нормативному праву вахту вы сейчас требуете что-то надеть? Это рекомендация. Вы понимаете, рекомендация? Рекомендуется вопросом нет. Но рекомендация это не обязанность. Даже Распотребнадзор сказал, что это рекомендованная мера. У них время нет мухого праника найти, а оформить по 20.6 они могут. Все правильно. Пройдем. Пройдемте, пожалуйста. Пройдемте, пожалуйста. Уберите, машина пройдет. Протокол задержания. Протокол задержания тогда. Я доставлю и напишу. Машина пройдет. Пишите тогда, я его представлю. Заявление принимает у меня сотрудник. Ничего мы не принимаем. Вы обязаны, вы не можете человека так вытащить. Я никому не обязан. Заявление принимите, пожалуйста. Ничего себе. Пройдемте, полиция. Ничего себе. Вы не слышите, я заявление пишу. Это просьба или требование? Я еще раз говорю. Я заявление пишу, вы не слышите. Вы напишите. Это требование или просьба? Я его представитель. Документы. Какие документы? Учное ходатайство. Мне ничего нет. Это кодекс административного права. Вы заявление принимаете? Полицейские это требование или просьба? Вы слышите? Ну, хорошо. Все, вы готовы? Все. Принимайте. Вы слышите, это просьба или требование? Пройдем. 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 Основание. Ну, заявление. С какой основания? Требование. Кто вообще? Вы ко мне обращаетесь. Я еще раз говорю. Ну, хорошо. Документы. Нет, подождите. На основании чего? Законное требование? То ли за сними, что это законное требование? Что находится без маски человек? Это законное требование. Он в маске, посмотреть. Вот у него маска. Маска не закрывает. Маска на нас закрывает. А для сотрудника вашего должен выдержать. У него маска не медицинская, единичная. Так вы тоже с перчатками задаете. Ну да, принимайте. Примем. Сфиксировано. Сфоткать. Фоткать нельзя. В смысле, фоткать нельзя? Примок. Это вы решили. Вы что, вы что, законное? Я понять не могу. Требование законное? Что это? Так, мы вас вызвали. Вы можете принять что-то? Хорошо, мы стояли тут. Сколько? Мы вас два часа ждали. А мы не отдыхали. Понимаете? А откуда мы знаем? Может, в Худоке? Я вам говорю, мы приняли... Принимайте заявление. То есть, вы... Нет. Вы заявление примите у меня? Примому. Ну вот. Он отказывается. Так вы на вызов приняли? Вы за моему будете? Тяжелые, догнаться. Блин, мне сейчас надо заменить это. Блин, энергетики можно сказать? Нет. О, нифига себе красивые. А вы, почему... Стой, вы заметили протокол задержания? Где протокол? В обязаны! Обязаны! Нет, вы сейчас его должны складывать. Я не отойду, потому что я его представитель. Его мы так не отправляем. Вы меня заедете? Ладно, я не делаю. Она будет представить. Так как для меня нет ничего. Неадекватные вообще? Вы что вытворяете? Да ладно, красавица это привлекут. Алло! Вы что вытворяете-то? Ну, они просто по судам хотят поедать. Не обязаны! Протокол задержания. Вас вызвали, чтобы вы охранника задержали. А вы кого задерживаете? Красавица. Протокол! Почему вы гражданина задерживаете? Ни за что! Да вы что вытворяете-то? Вы совсем? В какой отдел его повезли? В какой отдел его повезли? В какой отдел его повезли? Р-5-9-9. А ты отдел? Они даже не сказали. Одинцовские. Вот так, ребята, вы видите, как выглядят настоящие мусора. Их вызвали, чтобы они наказали охранника, который был бухой. В итоге они решили просто забрать нашего человека, у которого была маска, но одета неправильно. Сейчас мы едем в отдел полиции. Будем решать этот вопрос. Что, ребят, вот мы уже подходим к отделу. Кстати, вот он. Влада все-таки забрали. Будем его спасать. Так, немчиновский отдел полиции. Надеюсь, вам видно. Вот так вот он выглядит. Задержали. Здравствуйте. Вот такой получается отдел. Все запрещено у них? Да. Я, кстати говоря, у меня есть даже кое-какие. Короче, когда я им дал свой военный билет, один из сотрудников, такой, начал задавать вопрос, не с Фейсбэль я, а я сказал, я воспользуюсь. Конституция. Мы начнем говорить. Понял. Что он сказал. Ну. Я бы честно скажу тебе, из Фейсбэль или нет? Скажи, какая разница? Я говорю, да. Вам не будут разбираться в Фейсбэль, надо было сказать. Ну, мне тогда, я тогда буду звонить и по своему, это, что-то другу или кому-то. Короче говоря, я считаю, что, скорее всего, мои данные уже третьим лицам были сообщены. Тебе что-то говорили в машине, когда везли? Да, да. Чуть-чуть погромче просто GoPro. Я снимал, я все-таки надеялся, что они, ну, как-то начнут со мной что-то говорить, говорить, что я, возможно, где-то переборщил. Ну, так обычно просто происходит. Вот. Нет, они молчали. Единственный вопрос они задали. Как вас зовут? Ну, я в шутку вспомнил, сказал, хозяин. Вот. А, нет, на этот вопрос я им ответил, типа, какое это имеет значение. Вот. Потом мне сказали, как я могу к вам вращаться. Я сказал, хозяин. Вот. Ну, собственно говоря, они посмеялись чуть-чуть. Мы доехали сюда в тишине, и на входе вот был очень смешной момент. Вот этот вот лейтенант заходит и такой, я хозяина, говорит, привез. Мы сюда уходим. Все. Ну, хотя бы они тебя не били, да, в машине, там, физсию не применяли? Ну, не знаю, к сожалению, или к счастью, нет. Ну, к счастью. Ну, наверное. А что вменяют, какую статью? А, они, ну, вот, это, 26. А, ну, главное, что они 19.3, это. Конечно, я же пропал, да. Ну, да, да, ты не сопротивлялся. Ну, пусть действует, это же. Самое главное, что мент, мусор, точнее, я не могу его ментом назвать, был сам в гигиенической маске, вообще непонятный, из тряпки какой-то. Ну, да, да, ну, так даже не в этом, вот он начал же к нам сначала претензию предъявлять по поводу спущенной маски. Ну, да. Но при этом сами были без перчаток. И видишь, как у него прогорело? У них обоих, когда я их заставил одеть перчатки, раз уже не за это бьются, видишь, вот, просто человек идет на принцип. Так, что они сказали, Влад, что ты свободен? Ну, вроде как, да, я не понимаю. В смысле? Ничего, нормально. Короче, грубо говоря, охранник был в алкогольном опьянении, вот, и мы вызвали сотрудников полиции, которые ехали два часа. Ну, чтобы они на месте задержали. После того, как они приехали, они отказались принять у нас заявление в плане того, чтобы мы хотели установить личность, пока он есть на месте, чтобы установить факт того, что он был в алкогольном опьянении. Они сказали, ну, все пишите заявление, надо дальше ехать. Мы сказали... То есть, охранник не принял? Нет. Нет, потому что мы им сказали, давайте сейчас вы убедитесь, что он есть, то, что мы не придумали, а то он сейчас будет, ну, уже, типа, отрезвеет, все сбежит. И мы просто так в пустую, что ли, писали. Они сказали, вот, у вас маска спущена. Мы говорим, в смысле? Она у нас есть. А у самого она не медицинская маска, а обычная, ну, как у вас, примерно такая. Ну, он видел зеленую. Ну, да, да, да. И он говорит, ну, все, начинает нашего товарища скручивать. Тканевая, да? Ну, да, да. Да, да, да. Нет, смотрите, как бы, суть вообще сейчас не в этом. Давайте мы сейчас просто забудем про маски, перчатки, что они вообще существуют в природе. Забыли. Я, у него, как бы, вот, Влад говорит, что это мой представитель. Я задаю ему вопрос, это законное задержание, основание? Он молчит. Потом он говорит, мы не будем составлять ни протокол доставления, ничего. Я говорю, а как же с законом? Он говорит, да мне все равно на закон. Понимаете, это все под видеосъемку. Ну, вот, получается, ребята сейчас что делают? Пишут что? Заявление. 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 Ладно. Получается, будет все передано в УСБ по поводу этих сотрудников. Вы сами можете дать им оценку в комментарии, вот здесь, внизу. Да, конечно, подозпишите. Вот тут, да. Я лично вижу в этом такую ситуацию, что с охранником, который был бухой, они как-то начали это все решать. Скорее всего, увели его подальше и не хотели у нас принимать заявление, не хотели его искать. А как бы они на следующий день узнали, пьяный он или нет. Ну, они сказали, пишите заявление, там все дела. Чтобы вы понимали, время уже 3 часа ночи. 3 часа ночи просто. То есть, 3 часа ночи. Ну, все, ребят, короче. Выпустили мы Влада. Снимай вот этого. Подсвети его лицо. Подсветит налево, потому что тут машины полицейские. Это все не пранк. Вот они здесь есть. Вот так выглядит отдел, как будто частный дом какой-то, непонятно. Ну, и на фоне церковь. Дежурный оказался сверхадекватный человек, просто еще младший лейтенант. Видимо, только учится, но закон не нарушает. Все по закону сделал. Влада отпустили, потому что они понимают, что он ничего не нарушал. На этих сотрудников было составлено заявление. Нам дали копию доставления, которое вообще он не подписывал, его не ознакомливали, Влада, с этим заявлением. Дальше будет подано в УСБ или УСБ, или куда там? В Следственный комитет. В Следственный комитет, в первую очередь. Будет подано в суд. Вся информация будет в сообществе у меня на канале. И также на канале Юлии. Верно? Да. Все, ребят, подписываемся на канал, ставим лайк и жмем колокольчик. Кто еще не подписался, тот из этого отдела не выйдет. Понимаете? Вот мы можем выйти? Мы можем нажать на кнопку. На кнопку нажать можем, только она не открывается. Она еще не открывается, да? Вот, посмотрите, вот мы вышли, да, из этого отдела, потому что кто-то из вас нажал подписаться. Кто не нажал подписаться, ребят, все, вы не выйдете. Понимаете, да, о чем я? Огромное спасибо за просмотр. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok